ребята всем привет здравствуйте у нас пятница собрались в центр поедем просто погуляем по магазинам просто погуляем по магазинам без всяких надеюсь покупок изменить обстановку вообще тут вообще ничего делать на районе вообще ничего делать и вообще даже нашем городе в центре ну кафешки и торговый центр поэтому хоть куда-то уже не ну понятно сейчас есть этот билет за 49 евро можно поездить по городам и так далее но куда-то далеко ехать по из-за курсов невозможно то и там где-то оставаться это тоже это все подготовленным быть чтобы назвать маршрут каникулы маршрут деньги и так далее поэтому мы просто едем в центр походить по магазинам вдруг какие-то будут супер скидки и так далее и вы вот там пишите нам я хорошо зарабатываю но никогда себе не позволяю футболку дороже 6 евро но ребята ну это же не мы придумываем цены мы вам показываем что вы приобрели показываем какая стоимость на тот или иной товар из этой одежды ну мы тоже не мы придумали эти цены я говорю можно взять в кике футболку за 4 евро но я так думаю что есть 45 но какого она будет все качество это она потом все просто а ну в карточках в дырках каких-то будет для чего это и мы не покупаем одежду и у каждой месяц это редкость и покупать там я не знаю что все так видят это все как будто не знаю что у меня тут тоже встречный вопрос если вы хорошо зарабатывать это почему вы экономите на себе на своих вещах либо это пишется просто специально на пособие сидите но а я не на пособие я не покупаю себе там дорогие какие-то футболки нас на футболка стоит 10 евро и кстати ребята там комментарий был что-то мальчиков и у нас какие-то футболки но и какие мальчиков и у меня серая однотонная футболка в женском отделе я не знаю что сказать где это мальчиковая мальчики будут такое женские поделы там вообще это как-то не не по-немецки как-то это пишет женщина которая ну как бы нам гадость никогда не писала наоборот мальчиковая ну она так кажется но женская обычная футболка то женская конечно же сарафан на настю не маленький я не знаю почему вы так увидели маленький типа здесь нет он свободный нам не может на камере вы так увидели я снимала как-то близко я не замуж как-то из этого а насчет мальчиковых футболок это писала женщина которая никогда нам гадости не пишет наоборот дает какие-то дельные советы ну как бы я много не по-немецки я не вижу что даже в этом есть какой-то не но есть вот это как это не унисекс да ну типа мужской женской по моему сейчас уже никто не обращает внимание кто уходит в каких-то футбол которые насильно что я скажу девушка пошла в рубашки наверно мужская рубашка вот так как раз модные рубашки вот это полоску не зала и типа блин зачем писать у чего не знает тем более ты даже ее взяла из-за того что она и качество на вот по штаны темненькие отдела и хорошо пошел мне мне надо какие-то там да понятно или разноцветные футболки это тоже мальчиковый мальчик будет ходить в таком но здесь будут но я не вижу все брали эти зароски девушки женщины все разбирали можно на них огромная скидка у нас знакомая будет такой футболе евро потому что скидки залина кольца когда-то и но их наших берут и не только наши не знаю почему такой какой-то какой-то вас нет это женщина нам плохого не никаких никогда таких комментариев не писала просто именно но этот комментарий был непонятный я кстати мы даже с насти не планировали сейчас об этом говорить это все сейчас на ходу идет об этом речь вообще хотели поговорить о другом вчера был четверг и мне пишет женщина с которой мы жили наташа беженка наша с которой мы жили в одной комнате что мол ну что там есть какой-то ответ от центра занятости я говорю что нет она говорит напиши алле типа я с ней случайно встретилась центре напиши ей алла эта соседка которая жила ну вот наша комната и напротив ее комната с девочкой давно жила и я же написала и она мне как раз позвонила на перерыве так совпало что я могла с ней пообщаться по телефону и она говорит типа так и так да мне тоже пришло на на ее именно имя не на дочку именно на нее два письма как и мне два одно сумма и 300 чем-то евро второе 700 ребята на 700 чем-то она точно точно не сказал у нее почему-то на что там считаешься кресла кстати сломанная девочка которая на дне рождения была сломала я говорю что у него вот написано имя фамилия типа людей в комнате а у тебя не написано у тебя написано с каждого сарсона просто написано это во втором письме но в общем а сумма ну представьте 700 с чем-то плюс 300 с чем-то ну короче это тысяча евро даже больше это вообще огромная сумма каждого разные суммы почему-то комнаты одинаковые она тоже говорит почему нам никто ничего не говорил мы же никогда не платили ни за свет ничего не списывали никогда никаких там платежек не приходила не будет спустя такое время она съехала раньше чем мы едет она месяц может почему спустя такой большой промежуток времени как мы там не живем приходит таких два письма но в общем что она сделала она поехала в социалку там она показала эти два письма и объяснили что нужно обратиться в центр занятости и центр занятости должен решить этот вопрос скорее всего погасить этот долг вот как и ей так и мне нам те кто жили со мной в комнате поэтому те кто писал что у нас все равно заставят за это платить нет оказалось все по-другому скажи она тоже увидела в запись за девочку которые ты расскажи я не знаю а я тоже это видела расскажи ну ничего у нас есть группа в телеграме нашего города и там тоже девочка выставляла вот буквально какого двенадцатого мая по моему ну как ну короче выставляла пост сфотографировала письмо расписала что так и так сейчас по всему городу приходят такие якобы задолженности беженцам не пугайтесь типа не ничего никуда не пересылайте никакие реквизиты никуда ничего не отправляйте все решаете через центр занятости и там вам все просто решат и не волнуйтесь никто ничего никому не должен вот а там как писали а все вы попали будете платить бабки бабки платить и бабки ребята ну ошиблись вот может конечно не до конца вы ошиблись но тем не менее если в социальной службы сказали что центр занятости должен скорее всего погасить эти долги я не знаю перерасчет какой-то конечно да это какой-то перерасчет но мы там точно такую сумму не должны они но больше она одна с ребенком 700 и 300 ну куда это девушки сказали сюда вы не будете ничего оплачивать за вас оплатят и таких но людей писали что типа не переживайте все на типа у нас такие ситуации были все нормально это уже проходимый вариант беженцев так шоу на поэтому будем конечно смотреть дальше по ситуации будет когда молчит мне если вы думаете что мы прям там я не знаю даже если нам скажут что будут пособия забирать определенную какую-то сумму ежемесячно я вас умоляю скорее всего вы расстроитесь сколько не объясняешь ему благодарны за все я уже честно настолько по барабану думайте что хотите наш канал что хотим то и рассказываем мы всего лишь делимся с вами информации а потом уже ваши какие-то суждения размышления я уже устала доказывать что благодарны мы германии и так далее я уже не хочу этого честно но для чего поскольку они говорим все равно одно и то же одно и то же для чего тогда это делать не знаю что они бесит понятно ничего не надо доказать такову вдруг реально нет нет смысла просто доказывать даже уже эфиры даже не хочется проводить потому как реально они сидят как крысы в тишине это сидят молчат молчат потом начинают под конец это выписывать какую-то херню по-другому не могу сказать но ребята ну честно хочется чтобы была нормальная аудитория они вот это вот все зачем они вас чем вообще нас смотрите мы же не интересны но для чего я думаю только на нашем канале то везде есть такие люди надо за что-то зацепиться тему вот такую вот выскажите кстати по поводу нервно больная выпивали янку ребята ну честно давайте каждого человека в мире будем снимать вот вас давайте всех выставим увидим какая у вас мимика какие у вас эмоции на лице все у вас порядке там ну ничего не шатается вот я сейчас зачиталась потому что пишу наверно у него больше наверное наверно она чем-то болеет пойди проверьте то не задумывается что человек перед камерой немного нервничать вы можете смотреть зеркало вот я буду смотреть зеркало вообще все нормально когда вы снимите себя на видео вы увидите что вы вообще отличаетесь когда вы посмотрите в зеркало это никакие это мимика лица это я такой родилась не надо писать не какой-то стоит она в жизни совершенно другая а вот это да действительно ставят какие-то диагнозы но и валерьянку ну у меня все в порядке с нервами мне еще не надо так сильно расстраиваться слава богу все у меня в порядке но я не понимаю их точно зачем писать то чего нет вот надо диагнозы какие-то там еще что-то себе лучше поставить таки пишут те кто без фотографии вот это не хочу это те которые молчат уже говорю на эфирах а потом это но кстати в основном на комментарии отвечаю я я вот зачитываю настя ну вот опять и вообще поэтому я говорю хочу этого человека который написал написал твой зуб может кривой какой-то увижу можете в этом проекты поставить твой нос может какой-то горбатый может там не знаю лицо перекошенное ну реально глазами может моргаешь вот реально я хотела бы видеть но некоторые которые писали надо стереально поместь бабушки некоторые которые какой-то ну я выставляла одну в шорт вот вот это да и зато такие адекватные почему у нормальных людей не возникает в голове мыслей зайти на канал и просто как-то обосрать внешность ребята 21 век вы вообще в своем уме какая разница кто там какой вы вы думаете швы делим как-то задеваете обижаете абсолютно нет но для чего вы это делаете уже деревне честь я не знаю чего им слава богу есть хорошие зрители мы им благодарны что они есть просто спасибо вам но вот если такая часть откуда просто у них столько желчи какой-то вот своей неудовлетворенности жизнью или как мне это тренировать а какой адекватный человек будет сутками сидеть ютубе короче что попало ладно ребята у нас автобус мы побежали спасибо всем кто хороший у нас которые пишут нормальные комментарии нас поддерживают спасибо вам просто действительно если вы прочитаете комментарии и вы все поймете большинство еще стараюсь удалять youtube даже не пропускает оскорбление поэтому это все адресовано сумасшедшим которые это пишут а всем хорошим нашим подписчикам зрителям подписчики не люблю это слово большой привет и большое спасибо так что ребята все ждем ваши лайки и хорошие комментарии а сумасшедшие тоже можете писать на все равно до скорой встречи пока